Партия «Родфронт» приняла участие в массовом пикете в поддержку рабочих автомобильного концерна «Форд», пострадавших от сокращений и нарушений трудовых прав вследствие ухода производств компании из России. В пикете также приняли участие активисты других организаций по защите пролетариата. Конфликт длится с весной 2019 года. Тогда руководство компании «Форд» официально заявило, что компания полностью прекратит производство легковых автомобилей «Форд» в России к концу июня этого года. Компания закрывает три производства – два в Татарстане, набережные Челны и Елабуга, и один в городе Всеволожск, Ленинградской области. Заводы будут проданы новому хозяину. В конце марта компания «Форд Солид» сообщила, что остановка заводов приведет к значительному сокращению штатов сотрудников, а их число составляло от 3700 до 4500 человек. Сокращение «Форд» проводит по программе добровольного увольнения с выплатой дополнительных компенсаций. В отличие от работников предприятий в набережных Челнах и в Елабуге, работники завода во Всеволожске организованы. На заводе действуют две профсоюзные организации. Рабочие, объединенные в сильный профсоюз МПРА, не раз добивались побед в борьбе за свои права. Сегодня, при закрытии Всеволожского автозавода, профсоюз продолжает отстаивать интересы работников. Работники двух других фордовских заводов получили при добровольном увольнении, в лучшем случае, пять окладов. Во Всеволожске от пяти с половиной до двенадцати, в зависимости от стажа. 29 июня в Ленинграде прошел митинг в поддержку требований профсоюзов Всеволожского автозавода, а в Москве – пикет. На пикет, несмотря на холодную погоду и проливной дождь, пришло немало неравнодушных граждан. Представители непарламентских левых организаций профсоюза МПРА. Требования на плакатах были следующими. Властям – обеспечить рабочие места увольным работникам. Хозяевам форда, полный с учетом требований профсоюзов в расчет с уволенными. Выступающие подчеркнули, что полная победа рабочих – это взятие власти в свои руки. Они напомнили о положительном современном опыте. В 1998 году рабочие установили свое руководство на Выборгском целлюлозно-бумажном комбинате, почти уничтоженном эффективными собственниками. Наладили производство и жизнь в заводском поселке. Выступившие на пикете ораторы четко ответили на вопрос – зачем профсоюз? Если ты рабочий, не хочешь быть забитой и безропотной скотиной – организуйся. Профсоюз – это твоя законная организация. Профсоюз – это возможность заставить хозяина тебя услышать. Это твоя возможность стать человеком.